МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...выконании народной артистки России Лия Хиджаковой. Благовещения простатой Богородицы означают сегодня православные. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Инновацию швейной вытворчасти Светлогорским волокно презентовала коллекцию одзения с разумного текстилю. И оно призначено для спорта и активного отпочинку. Про переваги и перспективы выкористания подобных тканин доведалась Катя Рына Сапельникова. Разумная тканина – это распроцовка Светлогорского предприемства «Химволокно». В ассортименте 12 видов тракотажных полотна. Наприклад, тканина, якая худка убирает и выпарает вильгать. Тело застается сухим и подтримливается оптимальный температурный режим. Ее выкористовывают для створения разумных футболок. У некоторых из них робят уставки с тканины с антибактериальным эффектом. Иснуются нитки с застуджальным эффектом. Эти нити, они более мягкие, они более эластичные, они более приятные на ощупь изделий из этих нитей. Они позволяют подавить рост бактерий, если это имеется в виду антибактериальная нить. Они позволяют легко распределять влагу между слоями одежды. И таким образом ощущение создаётся, что одежда постоянно сухая. Есть нити, которые элементарные филаменты, которых имеют полое сечение. Таким образом они позволяют сохранять тепло, обладают очень хорошей теплоизолирующей способностью. Разумные нитки призначены не только для створения спортивного одзения и термобиализма, а и для выработки медицинских бинтов и бандажов. Сирот заказчиков и творцы текстилью из Беларуси и близкого замежа. Мы разработали текстильное полотно для компании Декатлон. Это спортивное полотенце, которое позволяет спортсмену быстро вытереться и она быстро впитывает влагу, при этом очень быстро высыхает. Следующим направлением идёт столовое бельё. Наши покупатели не только в сети торговые, но и сами потребители – это рестораны, кафе. Завод полиэфирных текстильных ниток – наибуйнейшее подобное предприемство в Европе. Супрацовництво «Виадец» Амаль 40-ка краинами. 70% продукции призначено на экспорт. Мы нацелены на то, чтобы расширять свой экспортный потенциал, поскольку продукция, которую мы выпускаем, она востребована просто всеми потребителями, независимо, в какой части земного шара они находятся. Катерина Сапельникова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленовинов со Светлогорска. Протягиваем выпуск у научальных установок «Гомеля» принимают меры, накерованные на знижение залежности наученцев от сотовых телефонов. Вернуть детей из виртуального света у реальный – сегодня это максимум и не самая головная, а актуальная задача. Каким чином я ее спробую выражать в 24-й середней школе, виды Олег Синцеров. Первые сотовые телефоны заявились в продаже в 1983-м году. Этот узор больше поздний – 1994-го года. Не об этом интернете тогда и размова не шла. Добро, когда на таким аппарате отрымливался просто потелефоновать. В час занятков корыстаться сотовыми телефонами у 24-й «Гомельской середней школе» заборонено категорично. У специальных сейфов их никто не хавае, а ли потелефоновать, те отказать на звонок не отрымается. У администрации школы погаджаются, прогресс не спынить и полностью забронить выкористание сотовых не отрымается. А ли околесение телефоны проносит на вот дети из подрактовшей группы, это уже явный перебор. Дети приходят к нам в субботнюю школу будущих первоклассников, где мы готовим их уже к поступлению в школу, где психологические занятия с ними проходят. И даже на два часа, которые приводят их в субботу родители, даже умудряются дать детям телефоны именно и на эти занятия. Для того, чтобы родители могли подрымливать совесть с детьми, подчас их находжения в школе, дорослым поведомили номеры сотовых телефонов у наставников. В вынику неких позаштатных ситуаций можно свернуться до их. Правда, полностью вернуть детей в реальный свет отрымливается не за счетом. Подчас перепынков мобильные телефоны заявляются у руках больше всего в учнях. Остальные кажут, что в такие хвилины отчувают себя не вельми утульно, навод поразмовлять немецким. Для игр и для звонков родителям, когда пришел из школы и ушел из школы. Я звоню родителям, иногда играю. Больше детей бавить час за мобильными гульнями. Выход у интернета просто недоступный. Да и пароль от Wi-Fi в учнях не поведомляют. По назиранию наставников, как полностью вернуть детей из виртуального света у света реальный, необходимо, когда одного три дня. Тогда школьники отвыкают от постоянного коррестания сотовыми. У вогули проблема оказалась настолько актуальной, что школьный узорный аматорский танцевальный коллектив навод просветил ее специальный номер «Свет вокруг нас». Фабула заразумела и без слов. Подчас поездки у автобусе молодые люди настолько захоплены своими мобильными, что не бачат ничего на вокал. Автобус сломается у места, где нема интернету, и под летком открывается зусибинший свет. Али машину худко ремонтует, и на вокольное прогожусь со спевами птушек зноу позабытая. Молодые пассажиры вернулись в виртуальную простору. Телефоны, интернет. Дети очень много уделяют этому внимания. Поэтому наша задача была показать, что есть еще что-то более красивое в мире, чем интернет, и более интересное. Сегодня завершается пятиденный тур по Беларуси народной артистке России Лия Хиджаковой. Учера постановку с ЯЕУ ДЕЛА «Мой унук Виньямин» по пьесе Людмилы Улицкой смогли убачить Жихары Гомельшины. На спектакле побывала и наш корреспондент Марина Джалая. Лия Хиджакова шмат годовней была на Беларуской земле. Тому аматоры творчості этой девосной актрисы скаристалися мягчимостью отриматься салоду, а дает неполторные игры на сцене драматичного театра. Среди прихильников, которые с нетерпливостью ждали этой встречи, была и наша здимочная бригада. На спектакле люди начали збираться за полгодины. Причим, что приемно уразило, многие были с пригожими букетами. Среди глядачей большинства людей стало го взросло. И это зрозумело, Лия Хиджакова для широкого поколения приемная ассоціация с юнаством и молодостью. Ее творчая в образе, яскравая, забавная, трагикомичная, знакомая каждому и близкая многим. У спектакле, представленном в областном драматичном театре, Лия Хиджакова повстала в образе уладарной женщины Эсфир, якая больше к 40 годов тому стратила на войне Амаль усю свою семью. И зараз живет с доросным сыном Левой, для якого вырешила знасти невесту. Але выключно с Яурейской, як и сама семья. И зарабила гэта подчас поездки уродный Бабруйск. Она такая маленькая, светленькая. И глаза эти, вот не понимаешь, как бы такая Господь Бог на тебя смотрит. Не глядяши на протесты родных, Эсфир на проломы деда своей мары. Пожанить Леву и Софью, протягнуть рот и дочекаться внука. Навет имя яна сама для его придумала, Вениамин, у гонора своего небожчика мужа. И сын спочатку не устанесу предстоять мачной бескомпромиссной воли. Вчера я ему говорю, Лёва, сынок, завтра вторник. Ты уже должен девочке сделать предложение, иначе она будет думать, Бог знает что. И что? Да что, что заладила. Вот пошли подавать эту заявку. Лёва всё-таки ожанился с Софьей, але одразу после веселя у промым сенси сбег от жёнки у Новосибирск, где проходили его навыковые доследования. А девчина засталася жить у свякрови, небыто у полонии, своего смутку и иллюзорных чеканий Эсфир на тое, что всё ещё уладится. А потом у сенадеи разбураются, как карточный домок. Софья оказалась не яурейкой. Ее удочарили у маленстве. Лёва досылает лист с просьбой, да помогчись касавать шлюб, бо знайшов себе женщину по сердце, и они уже чекают дитя. Дночасово высветляется, что тяжарны от своего былого одноклассника и Соня. И тут всё завершается нечаканно. Эсфир свою неутаймаванную энергию скеровое у новое русло. На тяжарность Софьи и чекание заявления на свет ее дитяти, якого она уже загадя лечить своим унукам, Вениаминам. Сьогодняя Православная Церковь святкует благовещение про Святой Богородицы. Это одно из 12 главных святов. Оно непероходное и за все, где святкуется с 7-го красавика. Назву благовещения свята отримала в память об доброй весце. У гэтый день Деве Марэй изъявился архангел Гауреил и обвестил об будущем нараджении Иисуса Христа, Сына Божого. Особое значение свята подкресливается тем, что сегодня, не глядяши на великий пост, у храмах служится полная литургия. А кроме того, у благовещения усим верникам, які отримают пост, дается послабление. У гэтый день принята звертаться с молитвами до Богородицы, як заступницы перед Богом за людей. Гэтая иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tyvergomil.by Далее в эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту познайомить Максим Савин. Максим Алис Продолжение следует...